В эфире служба новостей Саров 24 в студии. Константин Перевозчиков. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. В рамках объезда объектов капитального строительства комиссия проверила реконструкцию улицы Симашка и парка имени Зернова. В центре внимания ребенок. 27 сентября в России отмечается День воспитателя. Они приходят на помощь людям в трудную минуту. В рамках всероссийского конкурса жители России выбирают народного участкового. Далее расскажем обо всем подробно. Улица Симашка небольшая, но важная транспортная артерия. Закрытие этого участка на реконструкции серьезно сказалось на автомобильном движении в новом районе. На какой стадии сегодня находятся работы проверил глава администрации Алексей Голубев во время объезда объектов капитального строительства. Расширение улицы Симашка близится к завершению. Через несколько дней подрядчик компания ТСК завершит укладку последнего слоя асфальта. Работы на объекте идут по графику. Дорога получилась замечательная по всем современным требованиям с звукозащитными экранами для жилых домов, с хорошими тротуарами. До вечера 3 октября дорога закрыта для движения автомобилей. Администрация обещает, что это перекрытие последнее во время ремонта улицы. Мы ее закрыли для того, чтобы положить третий слой асфальта, нанести разметку и уже окончательно проезжую часть смогли бы сдать для проезда. Останутся там ограждения небольшие, где-то поребрик выставить, тротуарные дорожки. После открытия дороги специалисты рассмотрят необходимость размещения автобусных остановок и дополнительного светофора. Еще один объект, на котором сегодня идет строительство – парк имени Зернова. Рабочие подготовили траншеи, частично уложили кабель под освещение. Сейчас делают новую сеть дорожек, благоустраивают набережную и строят спуск к реке. План такой, чтобы к концу ноября мы этот парк завершили. На сегодняшний день завезены все необходимые материалы, проплата всех мафов. По ним, понятно, есть сроки изготовления порядка двух месяцев. Также для благоустройства парка планируют привлечь предпринимателей, которые участвовали в разработке проекта. Они установят в парке, кафе и другие объекты. Екатерина Пенова, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютубе. К другим новостям. Шлагбаум не поможет. Нужен запрещающий знак. Члены комиссии по безопасности дорожного движения приняли положительное решение об установке дорожного знака движения «Запрещено» на ведомственной территории одной из коммерческих организаций города. Проблема постороннего транспорта на стоянке возле компании стоит настолько остро, что заявитель обещал возместить расходы администрации на установку знака. О других принятых решениях расскажем в следующем репортаже. Лежащие полицейские вблизи учебных учреждений, запрещающие дорожные знаки на дворовых территориях и новый пешеходный переход. Очередное заседание комиссии по безопасности дорожного движения началось с рассмотрения вопроса о нанесении зебры на дороги, прилегающей к 12-й школе. Ни полицейские, ни знак «Жилая зона» не останавливают наших автолюбителей пролетать со страшной силой и занимать место. Чтобы обратить внимание на проблемы безопасности школьников, жители обращались в рубрику «Городской дозор». Вышедший в эфир репортаж полностью подтверждал опасения родителей за здоровье детей. Члены комиссии единогласно приняли решение об установке пешеходного перехода у школы. Точное место нанесения разметки будет определено в ходе выездного заседания комиссии. Возможно и мнение руководства школы выслушать, что тоже немаловажно, потому что иногда бывает, когда такие вещи не учитываются, а потом появляется пешеходный переход, потом идут обращения, а вот не там сделали. С учетом мнения школы, родителей, где этот пешеход более оптимален. Сразу два пункта повестки заседания касались дорожных знаков, установленных на дороге, который ведет к четвертому КПП. На перекрестке улиц Махавай и дороге номер 203 предложили отключить светофор в связи с тем, что пока интенсивность движения автотранспорта там низкая. Будет не демонтировать, его закрыть чехлами, как положено, закрывается неработающий светофор. Если в будущем поток автотранспорта на этом перекрестке увеличится, то светофор снова включат. Также члены комиссии приняли положительное решение о демонтаже искусственной неровности вблизи четвертого КПП. Сборная конструкция пришла в негодность, и водители ее объезжают. Вопрос об установке монолитного лежачего полицейского будет решаться на ближайших заседаниях комиссии. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Жителям многоквартирных домов запретили жарить шашлыки, зажигать свечи и курить на балконах и лоджиях. Правительство России утвердило обновленные правила противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, а также общежитий и гостиниц. Запрет начнет действовать с 1 октября. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 1 октября в России изменится правило оформления дорожно-транспортного происшествия по Европротоколу. Чтобы зафиксировать ДТП, автолюбителям обязательно потребуется система ГЛОНАСС или специальное мобильное приложение. В то же время разногласия участников аварии более не будут служить препятствием для оформления Европротокола. Саровчам призывают сообщать в правоохранительные органы о фактах незаконного распространения наркотиков. В прокуратуре напоминают, что рассказать об этих преступлениях можно и анонимно. Для этого достаточно опустить сообщения в специальный ящик. Всего в городе их 7. У проходных 1 и 3 завода, 21 площадки и 87 здания, а также в вестибюлях 1 детский поликлиник и торгового центра Плаза. Стартовал прием заявок на фестиваль творчества семей, зато нас много. Его участниками могут стать все желающие семьи Сарова. Заявки можно отправлять на электронный адрес саровпарксобакамail.ru. Фестиваль пройдет 10 ноября в Доме молодежи по 4 номинациям. Танцевальное искусство, инструментальное искусство, оригинальный жанр и синтез искусств. По словам организаторов, фестиваль зато нас много призван показать важность культурных и духовных традиций в деле создания крепкой и любящей семьи. Без возрастных ограничений. 27 сентября свой профессиональный праздник отмечают работники детских садов. Воспитатели, их помощники, няни и весь персонал. Праздник берет свое начало в середине 19 века. Первый детский сад открылся в Санкт-Петербурге более 150 лет назад. Долгое время праздник был неофициальным. И только в 2009 году педагогов дошкольных учреждений стали поздравлять на государственном уровне. Дети – это самое главное в нашей жизни. С любовью и нежностью отзывается о своих воспитанниках воспитатель детского сада номер 5 Ольга Головкина. Больше 15 лет она вкладывает всю душу в свою работу. Воспитать малышей – задача непростая. Кто-то капризничает, а кто-то и вовсе не слушается. Но каждый раз Ольге удается найти общий язык со всеми детьми. Воспитатель – это да, это очень сложная профессия, с одной стороны. А с другой стороны, очень интересная. Каждый день мы общаемся с детьми. То есть мы каждый день переживаем детство. Мы вместе с детками радуемся им удачам. Наоборот, огорчаемся вместе с ним, когда что-то неудача у них происходит. То есть мы каждый день общаемся с ними, вместе с ними развиваемся, учимся, растем. Главное для Ольги – воспитать в детях активность, творчество, самостоятельность. Именно эти качества помогают ребятам в жизни. Для своих воспитанников она пишет сценарии и готовит интерактивные задания. Многие из тех, кого она выпустила, до сих пор приходят к ней в гости. Как сейчас помню, первый выпуск в этом году закончил школу нашу. Как я пришла работать в этот сад, уже такие. И идешь по улице, узнают. Есть такое, очень приятно, когда узнают уже какие-то выпускники. День дошкольного работника отмечают не только воспитателей. Это праздник всех, кто работает в детских садах. Готовит для наших детей и убирает за ними, следит за их здоровьем, прививает любовь к искусству и музыкальный слух. Детский штаб, детский штаб, это домик для ребят, это домик для души, здесь играют малыши. Татьяна Рыжова в детском саду номер пять преподает музыку. Профессию педагога женщина выбрала не случайно. А Татьяна выросла в семье учителей и не понаслышке знает, что работа с детьми – это не только веселье и детский смех, это большая ответственность. Работа с детьми – это своеобразный глоток свежего воздуха. Мы каждый день проживаем с детьми, их развитие, их чувства, эмоции – это все дополняет музыка. К каждому ребенке скрыт талант, и именно на моих занятиях с воспитателями они раскрываются, вот как цветочки. Это воодушевляет. К занятиям Татьяна подходит творчески. Татьяна не только учит с малышами песни, но и проводит различные мастер-классы по дыханию и анимационным танцам, играет в подвижные игры. Игры – это обязательный элемент в развитии ребенка, без него никуда. То есть не только студированные, но обязательно игры, ритмические игры, дидактические, музыкальные, на развитие слуха. То есть в любом занятии, в каждом присутствует игра. Они с нетерпением этого тоже ждут, им нравится. Воспитанники Татьяны Рыжовой принимают активное участие в городских конкурсах и фестивалях. Сегодня ребята готовятся к празднику осени и Дню пожилого человека. Ирина Вашегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Каждую последнюю неделю сентября во всем мире проходит Международная неделя глухих. В это время внимание общества направлено на соблюдение прав глухих людей. По последним данным, в России живет более 8 миллионов человек, которые имеют проблемы со слухом. Из них около 300 тысяч не слышат совсем. Шелест листьев, ракование голубей, шорох автомобильных шин по асфальту. Окружающий нас мир полон привычных нам звуков. Но и среди нас люди, которые живут в полной тишине, учатся, работают, занимаются спортом. Сегодня мы приоткроем дверь в страну глухих. Андрей Калинкин знаком нашим постоянным зрителям. За его судьбой мы следим уже два года. Молодой человек потерял слух в раннем детстве. Закончил обычную школу, сейчас учится в техникуме. После занятия работает в парикмахерской. Ловкие движения, точная и аккуратная работа с расческой и ножницами. Его профиль – это модные молодежные стрижки и оформление мужских бород. Жизненный путь Дарьи Котовой почти такой же, как у Андрея. Но после окончания школы она решила продолжить семейную династию врачей и выбрала медицинскую профессию. Ее главный рабочий инструмент – руки. Дарья делает массаж юным пациентам детской поликлиники. Дарья живет в Сарове более 20 лет. По ее наблюдениям, за эти годы в городе не произошло никакого сдвига, чтобы решить проблему интеграции глухих людей в общество. По словам Дарьи, в Сарове не хватает мест для проведения досуга людей с нарушением слуха. Во-первых, не хватает в нашем городе для глухих субстанцирования. То есть, примут текст кинотеатра, театра, потому что с помощью текста мы глухих принимаем всю информацию. Андрей и Дарья выбрали для себя одни из сложных профессий для глухих – работу в сфере услуг. Здесь нужно постоянно общаться с клиентами и пациентами, спрашивать, отвечать. В этом им помогают современные гаджеты, а также они легко считывают информацию с губ говорящего. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Саровчан приглашают оценить работу сотрудников одной из самых важных полицейских профессий. В рамках всероссийского конкурса в России в девятый раз выбирают народного участкового. Жители каждого региона путем онлайн-голосования на сайтах территориальных органов МВД России выбирают своего лучшего участкового полномочного. О том, кто будет представлять наш город на региональном этапе, расскажем в следующем репортаже. Ежедневно участковый Юрий Боровков принимает десятки обращений саровчан, проводит разъяснительные и профилактические беседы, обходит территорию и решает проблемы местных жителей. Плотный график, большое количество бумажной работы и эмоциональное напряжение – не преграды для полицейского. Надеть форму и помогать людям Юрий мечтал с детства. В правоохранительных органах мужчина работает около 15 лет и ни разу не разочаровался в профессии. «Изначально, когда в участковый переводился, я думал, что тяжело. Сразу говорили, что в участковый – это очень тяжело. Это бумажная работа, бумаг много, граждане и день и ночь звонят и спасите, помогите, решите вопрос какой-то. В общем, думал, что поначалу не справился, но потом втянулся». Под присмотром Юрия несколько тысяч человек. Люди знают его и доверяют во всем. За помощью к участковому Ольга обращается не первый раз. По мнению Саровчанки, на полицейского всегда можно положиться. «Юрию Алексеевичу можно позвонить в любое время дня и ночи. Он всегда возьмет трубку, всегда выслушает и поможет и словом, и делом, по-человечески, официально. В общем, это наша поддержка и опора». К своей работе капитан полиции подходит основательно. Оперативно реагирует на заявления, внимательно изучает все детали. Каждому Саровчанину ищет индивидуальный подход. «Каждый гражданин идет со своей проблемой. Проблемы не одинаковые у всех, не по шаблону. То есть, каждому свой подход нужен. Мы же руководствуемся кодексами, есть уголовный, есть административный. Если какая-то проблема у человека есть, а она, как говорится, вне рамках вот этого всего закона, но рассказывает какую-нибудь историю, помочь-то хочется, вникаешь в это все». Юрий Боровков участвует в региональном этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый». Победителя в Нижегородской области определят с помощью открытого онлайн-голосования, которое пройдет с 7 по 16 октября. Поддержать Саровчанина сможет любой желающий на сайте 52.mvd.rf в разделе конкурса. Дарья Козина, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин